Оказание первой медицинской помощи – навыки, которые необходимо знать каждому. И если на спортивных первенствах беспокоиться не о чем, всегда дежурит скорая с профессиональными врачами, то дома или в любом другом месте нужно быть самому хорошо подготовленным. Для справки. Среднее время приезда государственной скорой помощи по Москве составляет почти 17 минут, а действует порой необходимо быстро и решительно. Например, когда ваш собеседник чем-то подавился. Спойлер – по спине хлопать строго запрещается. Бывают ситуации, когда оказание первой помощи необходимо даже самой простой ситуации при приеме пищи. В этой ситуации частички пищи попали в верхние дыхательные пути. При этом человек давится, начинает кашлять и синеет. Необходимо максимально быстро уложить человека на твердую горизонтальную поверхность. Произвести резкое декомпрессионное движение в области проекции желудка. При этом инородное тело, как правило, удаляется из верхних дыхательных путей. Ситуация, когда инородное тело попадает в верхние дыхательные пути, у детей встречается значительно чаще. При этом строго недопустимо делать следующее движение – похлапывать ребенка по спине. При этом инородное тело будет проталкиваться все ниже и ниже по верхним дыхательным путям. Необходимо сделать следующее мероприятие – повернуть ребенка на живот и резким плачкообразным движением произвести удаление инородного тела с дыхательных путей. При этом инородное тело оказывается в ротовой полости. Уважаемые родители, следите за своими детьми, чтобы данная ситуация не случилась с вашим ребенком. Продолжение следует...